здравствуйте друзья сегодня у нас на обзоре вот такой интересный нож все мы с вами знаем компанию стилкло и ее многочисленные ножи и вот ребята из этой компании запускают новый бренд под названием reptilian что же это за бренд что же это за нож давайте будем смотреть прежде всего хочу сказать что вот такая вот коробочка идет на них смотрите картонная и все стилизована по такой кожи рептилии да не даром название reptilian если вот такой вот характерный глаз вот так вот отдельный сайт есть и также на коробочке обозначена что нож не является холодцом это хорошо и на торце у нас название модели называется скутум или скутум ну для тех кто не знает что означает данное слово от древних римлян был такой характерный и всеми узнаваемый большой такой щиты до прообраз которых сейчас уже используется в полиции спецназе и так далее ну что посмотрим соответствует ли этому названию нож и что за нож внутри давайте смотреть ну и внутри вот такой нож давайте смотреть ближе смотрите рукоять у нас g10 черного цвета фрезеровка у нее под камень да так сейчас посмотрим приблизим и у нас получаются такие маленькие маленькие кратеры очень это все прикольно выглядит и на ощупь я вам стать сказать что тоже очень и очень приятно я скажем так смотрел начале нож на фотографии ожидал не очень приятных тактильных ощущений но по факту все оказалось очень классно очень удобно и вот такой G10 с такой обработкой мне понравилось ну собственно давайте дальше также у нас на рукояти два винта и осевой винт и в правильном месте на мой взгляд отверстие под темляк также нормального диаметра с ним будет все комфортно сверху у нас идет вот такой 3d фрезеровочки очень интересный спейсер небольшой не маленький но вполне себе самодостаточный на обратной стороне клипса клипса у нас на двух винтах но один винт у нас совмещен и уходит в банку да собственно вот вот в эту баночку а второй винт уже прикрепляется непосредственно к плашечке собственно сама клипса приятной податливости и в целом нож торчать вылет из кармана ну вот так при том что у нас клипса в black wash и сам нож черный то есть никакого дискомфорта в плане визуальных таких вещей вызывать я думаю не будет если только у вас не торчит из кармана какой-нибудь модный красивый яркий темляк а так все более вполне себе незаметно клипса хоть и кажется ну лично для меня слегка чуть жестковатой но в общем и целом с посадкой на карман проблем нет царица и снимается достаточно комфортно и за счет того что вот этот вот фрезеровка под камень у нас не злая не супер злая то есть даже при достаточно приличном давлении клипсы с тканью брюк джинс там так далее куда увешаете ничего не будет никаких там повреждений не случится также у нас сняты фаски очень причем хорошо так сняты и вот сверху сзади и спереди у нас нет и фасочки это удобно это у нас не нами на труку и это нравится мне нету жестких граней клинок как вы видите практически по центру и как вы видите опять-таки клинок и клипса выполнены финиш и black wash что есть очень хорошо и мне нравится этот тренд скажем так последних лет что он уж и потом black wash это лично для меня такой большой плюс очень интересный харизматичный выглядят ножи нож флиппер да поэтому давайте флипанем посмотрим как это будет таким вот образом это происходит заплавничок и вот так вот шикарно нож флипует и на выходе получается вот такой вот клин среди всей линейки reptilian мне понравился наиболее именно этот нож потому что он ну скажем так более тонкий в рукояти остальные же были по объемнее я захотел попробовать именно вот такой плюс ко всему здесь мне понравились прямые спуски на клинке и финиш black wash и самое главное дизайн мне понравился дизайн дизайнер данного ножа да и всей линейки reptilian андрей рогожкин да все с его работа мы сталкиваемся в компании стилкло очень интересные ножи со своим почерком такие самобытные здесь в принципе тоже мне все очень нравится особенно очень интересный подход вот вот это вот штуки да вот такая выборка и смотрите какие у нас такие вот точечки как будто кернили да не не сверлышком работали для вот это накатка или керны в общем именно выглядит вот так как это получают технологические дополнительно лично я не могу сказать но выглядит именно так и мне нравится очень круто это смотрится клинок мне напомнил серию от компании бак до вантаж в одном из обзоров я кстати на этот нож видел что человека напоминает страйдер мне как-то страйдер он напомнил чуть меньше а вот по как раз таки чуть больше и так как серия бак вантаж мне очень нравится но я все ходил вокруг да около этих баков и так все таки не не разжился ни одним о чем жалею но в принципе может быть я считать момент наверстаю но зато вот есть вот такой нож и мне пока лично он очень нравится давайте смотреть клинок поближе длина к нк здесь 92 миллиметра толщина штангеля мне намерил 3,4 собственно хорошо что не 4 уже меньше и это большой плюс но что касаемо сведения штангель мне намерил у корня где-то 0,73 0,72 вот так вот и к носику 0,79 то есть 0,7-0,8 это не самое конечно толстое сведение до 0,5 конечно хотелось бы дорасти чтобы вообще был такой адский резак но в общем и целом здесь не дуболом какой-то а вполне себе такой универсальный нож финиш повторюсь уже у нас black wash вот так вот давайте посмотрим вот так вот глаз рептилий да и надпись рептилиан стали на клинке у нас установлено 9 cr18 мови в целом добротная сталь многие конечно сразу ее плюются на ее китайское происхождение если друзья оттолкнуться от практики то вы попробуйте ее скажем так убить и засадить и посмотреть насколько она быстрее сядет чем многие другие стали при опять-таки подчеркну выполнение утилитарных задач они их там математических спортивных тестах именно на канате на долгость удержания режущей кромки то есть я хочу сказать если с практической точки зрения на этот можно смотреть то сталь 9 cr18 вполне себе рабочая и добротная сталь если отбросить предрассудки о ее происхождении из китая меня данный момент абсолютно не волнует поэтому я доволен что такая вот сталь здесь вполне себе рабочая присутствует на обратной стороне у нас давайте смотреть номер ножа на моем на же это 569 номер все ножи пронумерованы об этом указано на сайте что же касается подводов то все вполне смотрите сделано равномерно нету явных осиков это большой плюс что на одной что другой стороны этот мне нравится также здесь у нас есть небольшой чул принципе полноценно палец сюда не вгонишь или по крайней мере у меня слишком толстый палец но допустим моменты когда у нас нож в чем-то торчит и мы хотим его скажем так вытащить завязнувшие вот так вот можно использовать в принципе первую фалангу вставив и пытаться допустим вытащить нож или же для мелких застругивания вот таких переложились и вот так что-то там подстругием это удобно такой чул нам удобен но опять же чул такой для чего хорош для того чтобы мы точили с большим комфортом да это тоже немаловажно заводская заточка здесь хороша нож режет бумагу нож бреет попробуем если это будет видно да вы видите да бреет с таким ощутимым хрустом так что что могу сказать такой заточки позавидовать бы многие более именитые ножи самое главное что нож хорошо открывается механика меня очень и очень порадовала я сомневался в начале в этой механике когда видел нож просто на фотографии но по факту получив его я остался дико доволен нож флипует из любых положений как угодно с хорошим таким звуком вот так вот лайнер у нас смотрите заходит на первую треть пяты клинка и это очень правильно и это очень круто люфтов нет вообще просто вообще не намека на люфты это тоже очень хорошо вот так вот смотрите у нас клинок приходит ступерную гоночку и контакт у нас полноценный это тоже правильно почему здесь такой хороший флип но естественно я думаю многие из вас догадались что действия подшипники действия подшипники керамические в пластиковом сепараторе это тоже приятно нож прекрасно флипует вот так вот мне очень нравится нету песочного скрежета нету какой-то дичайшей смазки хотя наверное все таки остатки заводской надо убрать и заложить какой-нибудь более хорошего тот же blue люб вполне себе здесь будет прекраснейший работать по лайнера могу сказать что здесь у нас полноценный лайнер стальной тоненький с другой же стороны просто плашка g10 но есть скажем так вот так вот островок надежды назовем его так вот здесь вот хорошо видно вот она маленький кусочек стального лайнера который соединяет нас собственно присоединяет самого себя к плашке g10 и соединяет осевой винт и стоперную бонку вот так вот интересный узел и что мне нравится вот такой подход к облегчению это очень хорошо и нож весит не очень много да сколько давайте посмотрим и взвесим его ну что же 120 грамм за такой нож это вполне себе мне очень нравится теперь скажу об удержании клипса мне совершенно не мешает если сильно сжимать нож прямо так ощутимо сжать его то нами на эту руку он в принципе практически не нами на это исключение могут составлять вот эти моменты да здесь не снята внутренняя фаска ее можно снять любой вор машинка и даже наждачкой пройтись если кому нужная например этого делать наверное не буду я буду пользоваться как обычным резаком наверное посмотрим как это все будет но обычно у меня на канале испытания в духе порезать паракорд построгать немножко дерево и чепрак сегодня же я хотел бы этот нож погонять по максимуму и скажем так погонять его в полях поработать ножом посерьезнее посмотреть на что он способен тоже нож очень интересный самобытный новый бренд reptilian хотелось бы посмотреть как вот эти первенцы себя показывают в испытаниях погнали ну и собственно вот он наш подопытный сейчас мы приступим к полевым испытаниям начнем с реза бумаги за . заводская я не стал ее приводить затачивать наводниках и так далее посмотрим что сможет заводская за . вот так она выглядит ну собственно что рис очки мелкие видны подозревая что здесь было заточено где-нибудь на 200 ленте и потом полирнута где-нибудь там на восьми сотки или тысячные да то есть маленькая риска видна но не заполированное зеркало пусть будет так проверяем заводскую на бумаге смотрим режет все вот с такими вот фасонными у нас другами все хорошо все режет хорошо так по бумаге тест против погнали дальше значит так дальше режем гофрокартон гофрокартон у меня двуслойный достаточно такой плотный пришлось распустить коробочку от корпуса подсистемных мы погнали посмотрим как это будет перчатку не использую посмотрим на внёк не на внёк поехали вот так вот это все происходит то есть идет достаточно удобно несмотря на то что спуске клином он в принципе не сильно зарывается хотя и три с половиной толщина но в общем и целом неплохо и неудобств руке вообще не чувствую то есть приноровился взял определенный угол и пошел по картону все окей видим и повреждений вообще нет никаких погнали дальше значит следующий тест будет по чепраку кожа кусочек маленький вот не очень удобно резать почему потому что вот этот у нас флиппер выпирает да если вы понимаете то на столе будет упираться когда мы режем вот таким вот образом упирается флиппером поверхности но попробуем все равно порезать вот такой кусочек чепрака то есть работать будет брюшко попробуем как это будет увидите он не полностью вязь не кусочек чепрак у меня гуляет по коже не очень но давайте будем строгать построгаем эту кожу на весу и посмотрим как это будет насчет реза не получилось по одной простой причине во первых кожа очень гуляет и не широкая и давление приходится вот маленький участок плюс надо понимать что сама сталь за счет из ну именно своей агрессивности не может тащить 9 r18 все-таки не порошок и поэтому у нас такой результат ну скажем так не очень хороший плюс пуске клином немного вязнуть здесь были бы вогнуты был бы результат лучше ладно погнали попробуем построгать но со строгания как вы видите никаких проблем нет кожа легко строгается вот так вот это все происходит вот так вот все легко у нас можно кожу достаточно плотно строгать без проблем вот так это получается нож со своей работой справляется без проблем и опять же повторюсь вот эти вот резкие грани я на них возлагал не самые лучшие надежды думал будут номинать нет пока все в порядке все хорошо значит следующий этап у нас резка пластика до пластика вытолки как ни странно не нашлось поэтому у нас возьмем пойдет в дело скажем так вот такой ведерко от саморезов тоже себе вполне плотный пластик погнали вот так вот это все работает попробуем его еще расстроить вот так собственно как-то вот так вот вот так вот мы изничтожили ведерко без проблем работали корневой частью в принципе все опять же удобно вообще для него это не задача вот так вот значит на промежуточном этапе после резки картона кожи бумаги да у таких и пластика грешая кромка представляет из себя вот таковую штуку есть видны просто следы от картона и все на некий заминов сколов вообще нет то есть все беспроблемно происходит сталь девять ся 18 муви со сведением и 075 договорить принципе совсем справляется ну на очереди следующий этап погнали следующий этап у нас строгание древесины деревяшка сосна достаточно подсушенная такая посмотрим что получится попробую без перчатки посмотрим будет ли нами над слову после предыдущих всех этапов с покрытием блок ваш ничего не произошло все отлично все погнали строгать маленькая ремарка вот на строгание на силовом рези скажем так я уже чувствую как наминают мне пальцы вот в этом вот месте эти необработанные внутренние фаски рукоятка тонкая здесь это критично и поэтому я сейчас надену перчатку не так перчаточки продолжаем итак что могу сказать по первым впечатлениям от строгания все происходит кстати достаточно бодренько никаких проблем нет нож деревяшку кушает и при этом если так посмотреть никаких выкрашивания из аминов вообще нет приятный результат давайте попробуем еще немного так ну что могу сказать к ножу уже приноравливаешься в процессе и уже дело идет гораздо быстрее очень так бодренько можно вот если без нажима строгать тонкую щепу снимает и очень гладенько все получается смотрите значит сейчас будет происходить тест на пробивание в качестве тестового материала будет у нас использоваться покажи пожалуйста гофрокартон 12 слоев двухслойного гофрокартона соответственно это 24 слоя простого гофрокартона достаточно плотная такая связочка такая у нас идет давайте посмотрим как товарищ скутан да у нас пробивает это все ну что вообще сопротивление лично я не почувствовал по моему он даже прошел или ткнулся немножко в стол вот он даже не двигает не сдвигается и пригвоздил его ну по-моему достойный результат вот кстати нож прошел сквозь картон и зашел вот эти отверстия от него вот так вот все это произошло то есть пригвоздил как следует после проведенных тестов закончившийся пробивание на стрельщей кромкой ничего не произошло нож не рифтит продолжает резать открывается легко закрывается с механизмом нет никаких проблем давайте посмотрим что у нас стрельщая кромка опять-таки на бумаге то есть вы видите фасон она продолжает резать я вижу глазом с вами попробуй приблизь пожалуйста если это заметно маленькая такая бахрома уже появляется на бумаге если возможно макро взять есть то есть то видите махра такая небольшая есть но слегка может быть кромка начинает потерять не так вот принципе получается разбатонить вот такую деревьяху она достаточно длинная попробуем еще раз погнать и вот от удара в замочек складывается вот от удара в замочек складывается пробую еще раз сложить и вот так вот его довести располовить наш деревьяху держись держись и почти смог смотрите он почти победил это и так вот и все мы здесь окончательно заклинило он ровно в центр зашел но как мы видим в принципе уже при таком раскладе деревян можно расколонить и руками достанем как то так значит так друзья после теста с батонингом с таким страшно жестким дело в середине полностью заклинило некуда было идти я прям бил конкретно и хорошо по ножусь все с ним в порядке никаких выкрашиваний заминов нет кстати говоря это очень неплохо плюс по механике люфтов такой микроскопический люфтец появился все таки я чувствую такой незначительный такого нет по механике претензий нет все так же все будет все хорошо ну давайте вскроем консерву да скажем так появился с ножом посмотрим как себе пойдет режущая кромка консервной банки у нас подопытный ананас сейчас мы сольем жижу а жиженья особо много ну ладно а 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 вот так вот получается кстати давайте вытрем и посмотрим что у нас с покрытием покрытие как по мне не пострадала кстати по было по black wash можно ставить пятерку с обеих сторон хотя нет вот здесь мы видим потертости такие основательные до black wash потерся ну что все таки тест был серьезный жизнь достаточно такая тверденькая здесь ну режущая кромка основательно подзамялась этого следовало ожидать вот особенно здесь корневой части где мы работали но это за минус сильных сколов нет то есть по правильному садике все хорошо вот такой вот нож от компании стилк лода новый брэд рептилиан модель scutum принципе работает без проблем ну и собственно вот после проведенных скажем так болевых испытаний что мы имеем в итоге мы имеем особенно после вскрытия жесткого консерва до банки с ананасами у нас кромка ощутимо пострадала давайте посмотрим попытаюсь приблизить ну во первых еще раз хочу показать то что у нас пострадало покрытием до black wash на светит царапанный весь теперь что касаемо кромки вот сейчас хорошо видно что выкрашился кусочек на основном кромка у нас идет под такой завертыш вот сейчас удается поймать вот вот такой вот скольчик но в основном да вот так вот мы видим на свет у нас получились лишь замены о чем это говорит он говорит о том что стали закалена меньше 60 единиц то есть не хрупкая ну вот такой скол конечно это не есть хорошо да придется конечно же его точить нам ну а то что у нас идет замен это буквально несколько движений на керамическом мусате и все без проблем придет в норму даже возможно вот это вот скол частично снимется на мусатике он станет меньше и не будет столь критичным да и доживет нас до конкретной заточки или да до следующей правки даже вот таким в своем таком маленьком виде но собственно что какой вердикт можно из этого всего заключить нож reptilian скутум мне кажется очень неплохим за свои деньги нож достойный однозначно классная механика поработал я им очень так активно и могу сказать что самое конечно вот такое вот место которое даст о себе знать это вот эти вот выемки которые внутри не имеет фаски то есть для тех для кого это были прям совсем критично можно здесь слегка или бормашинка или чем-то или наждачика даже но чем-то можно так здесь подснять внутри фаску и все это проблема уйдет но я пожалуй оставлю так как она есть никаких проблем нет все нормально это в остальном уже все по экономике рукояти по удержанию как строгать как резать все очень удобно замок у нас смотрите после всех наших испытаний также и приходит в первую треть пяты клинка вот это отчетливо видно люфты и люфт появился поперечный но очень маленький то есть изначально не было вообще никаких люфтов но видимо я жестко батонил я прям не жалея ножа лупил по нему и он хорошенько глубоко зашел вот и результатом явился вот этот маленький люфт но я думаю что небольшой доворот осевого да у нас нивелирует это дело вот так вот в остальном уже никаких повреждений маленький скольчик и завертыш по режущей кромки ничего критичного ничего есть не выкрашилась катастрофического не выломалась клин не лопнул все очень очень хорошо то есть ножу я могу поставить по пятибалльной системе да вот за свою практичность ну наверное 4 или 4 с плюсом даже на 5 он не тянет на 5 конечно если бы вообще было бы без повреждений ну я не знаю если такие ножи наверняка в каждом какие-то свои повреждения да есть но так и здесь стоит повторюсь 109 cr-18 ему виду она очень практичная в том смысле что не скололась сильно не выкрашилась сильно это очень хорошо это плюс за дизайн мне лично дизайн очень нравится я выбирала себе нож прежде всего должны по дизайну то есть я им очень доволен то есть нож рептилии скуту мне очень нравится и могу ли я его рекомендовать к покупке до однозначно могу нож безусловно стоит своих денег очень интересный и очень скажем так даже законченный но считаю получился то есть нож зачет вот такой вот получился обзор спасибо что посмотрели с вами был михаил всем спасибо за просмотр надеюсь вам было интересно подписывайтесь на мой канал надеюсь такие тесты у нас будут проходить нередко ставьте лайки и до новых встреч пока